Смотрите, есть родина, а есть государство. Родина, земля отцов, батьковщина, страна, дана нам Богом. Государство делается людьми. И если государство нарушает основные законы, не лжесвидетельствуй, не укради, не возжелай, не убей, такое государство становится от лукавого. У брошенных в оккупацию харьковчан было одно право умереть, право на жизнь было отнято. И дальше вариантов немного с точки зрения лукавого государства. Либо умереть, либо стать предателем. Те, кто выжил, всю жизнь и потом оправдывались, почему не сдохли. Те, кто уехал и выжил, теперь называются диаспорой. Они помогают потомкам тех, кто не уехал. Полностью эвакуировать город со всеми заводами и населением в столь краткий срок было невозможно. Приоритет был отдан срочному вывозу семей партийного и советского руководства, органов НКВД и промышленному оборудованию. Вместе с ними на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию выехала лишь незначительная часть сотрудников предприятий. А уезжали, как вы знаете, вы не знаете. А я вам скажу. Весь коллектив школы получил эвакуалисты. Школу эвакуировали в Алма-Ату. И на последнем собрании коллектива было сказано. Вот вам эвакалисты. Подходите, берите, расписывайтесь. Тут эвакалисты на вас и на ваши семьи. Но кто решит оставаться и защищать родной город, подходите вот сюда налево и записывайтесь в истребительный батальон. Тех, кто хотел уехать из Харькова, поджидала ловушка. Самостоятельно покинуть город было практически невозможно. Вокзалы и станции были оцеплены войсками НКВД. Билетов не было. Для посадки вагон требовалось специальное разрешение и посадочный талон, число которых было ограничено. Самовольное оставление работы расценивалось как дезертирство с трудового фронта и влекло за собой отдачу под суд. Все, что невозможно было вывести из города и могло быть использовано врагом, подлежало уничтожению путем подрыва, поджога и механической порчи. Из строя были выведены газо- и электроснабжение, водопровод, отопление, связь, взорваны и повреждены почти все мосты. Командование и гражданское руководство города с гордостью отрапортует о том, что оставили Харьков без всех благ цивилизации. Без топлива и продукта. Субтитры создавал DimaTorzok